Осенью, когда на улице Огарёва поставили водоколонку, жители окрестных домов обрадовались. Наконец-то не нужно отправляться в долгие походы с тяжёлыми флягами. Но когда стало понятно, что воды в заветном кране нет, радость сменилась сначала разочарованием, а потом обидой. Ну они ставили колонку, а нам сорвали летний водопровод. В двух местах. И ничего нам там не восстановили. И воду до сих пор не дали. Вот уже семь месяцев у нас стоит пустая эта колонка. Само расположение колонки у жителей улицы тоже вызывает сомнения. Во-первых, она стоит слишком близко к дороге и может стать жертвой ночного лихача, который частенько здесь бывает. Во-вторых, на такой высоте, посмотрите, это пьедестал какой-то просто, да? Причём оказалось как для муляжа, а не для колонки. Посмотрите, это же просто форменное безобразие. А когда зима и будет наличь, она там вообще будет айсберг у нас ледяной. Теперь жителям улицы не до хорошего. Восстановить бы сломанное. Летний водопровод тянулся к этим домам от колодца по улице Герцена. Труба проходила под асфальтом и в ходе работ была обрезана. Обращения в водоканал результата не принесли. Людям сообщили, что не знают, кто ставил эту водоколонку. В администрации железнодорожного района пояснили, что действительно, объект ещё не передали на баланс этой организации. Но с проблемой пообещали разобраться. Мы будем приглашать подрядную организацию. Планируем выезд на этой неделе совместно с подрядной организацией, с Лондой стройзаказчиком. Данный вопрос будет на контроле. Будем разбираться. Что касается водоколонки, её всё же запустят. Оказалось, что воду в прошлом году и не планировали пускать. Водопровод пока тупиковый. И если бы в него попала вода, трубы разорвались бы. Но в ближайшее время работу по прокладке труб возобновят. И когда водопровод закольцуют, воду всё-таки дадут. Софья Евдокимова, Булат Бадмаев, Доржич Идопов. Новости дня.